всем привет и добро пожаловать обратно в макро вселенную сегодня мы поговорим о рынке труда и конечно же обсудим влияние для биткоина и также для крипто рынка в целом по сути мы только что получили очень много данных по рынку труда за последнюю неделю и это всегда очень интересное время 1 неделя месяца когда приходят эти данные потому что обычно рынки будут реагировать и мы перейдем к рынкам но что мы получили это уровень безработицы на уровне 4 и 1 процента отличный откат уровня безработицы от недавнего максимума в 4.3 процента потом 4 и 2 и сейчас 4 и 1 и мне кажется это было не так далеко даже от четырех процентов если бы еще на десятую было бы ниже было бы четыре процента еле-еле дотянул до 4 и 1 так что в целом это хорошее движение для рынка труда вопрос тем не менее и мы об этом говорили заранее после первого среза ставок если не будет очевидных признаков непосредственной рецессии то понимание будет в том что доход должен опять вырасти и доллар должен опять вырасти и мы видим как это происходит мы сфокусируемся он сейчас на рынке труда об этом поговорим позже по сути у нас было дно уровня безработицы в 2023 в районе 3.4 потом был подъем до 4.3 и небольшой откат до 4.1 но давайте посмотрим на другую статистику потому что это только одна уровень безработицы по людям упал на 281 тысячу довольно серьезное падение и вы можете изолировать различные категории и увидеть что например 16-19 летний уровень все еще растет что имеет смысл потому что если вы посмотрите на причину безработицы одна из основных причин в том что новая рабочая сила не может найти работу мы видим что найм упал и проблема в том что люди не теряют работу просто сложно найти новую и это больше влияет на новую рабочую силу чем на уже существующую так что 16-19 летний имеют проблемы в поиске работы но если посмотрим на 20-24 здесь значение упало если посмотреть на 25-54 тоже падение теперь если вы посмотрите на уровень безработицы по причине те кто потеряли работу на самом деле здесь статистика упала это одна из тех вещей где в общей картине это все еще в целом аптренд если вы посмотрите на трехмесячное среднее я не думаю что вы посмотрите на это и скажете что прошлый месяц был сильным изменением но в краткосроке очевидно рынки реагируют на эти вещи так что нужно принять тот факт что это падение и рынки в краткосроке согласны и им это нравится временное увольнение небольшой рост невременное увольнение упало немного перманентная потеря работы небольшой спад тоже это один из графиков которые я использовал чтобы объяснить то почему рисковые активы все еще не особо переживали на тему рынка труда и причина в том что вот это в то время как оно растет оно не растет так быстро как это было в предыдущей рецессии вы можете видеть здесь вот перед финансовым кризисом мы росли но не параболически и только потом все пошло параболически и вот когда у рынков появляются проблемы здесь просто стабильный рост у нас нету крупного движения наверх если вы посмотрите тех кто закончил временную работу здесь довольно серьезное падение увольнение по собственному желанию тоже упало вот эти два росли повторный вход не так сильно как новый вход в рабочую силу повторный вход на самом деле тоже слегка упал но он довольно агрессивно рос до этого от 1 и 74 миллиона до 2 и 16 миллиона за полгода и сейчас немного спускается но давайте посмотрим на новый вход в рабочую силу здесь небольшое падение на 56 тысяч но вы можете видеть что это то что действительно росло с 2022 дно было на отметке 428 тысяч и локальная вершина 718 тысяч это был довольно серьезный рост вот это выглядит гораздо больше похоже на то что вы обычно ожидаете в рецессии но мне кажется причина по которой это не так важно сейчас и почему рисковые активы на это не обращают внимание это если вы посмотрите на перманентную потерю работы это не было таким же параболическим движением новый вход рабочую силу был параболическим но перманентная потеря работы не было и мне кажется разница именно в этом и если вы об этом подумаете люди которые в основном поддержат рисковые активы это люди которые уже в середине своей карьеры у них хорошие работы у них есть деньги и они могут просто инвестировать можно представить что 16-19 летний то есть новая рабочая сила не так сильно влияют на рынок так что мне кажется вот это вероятно то что упускают многие люди то что перманентная потеря работы это восходящий тренд но он пока контролируем это не как было в 2000 или 2008 это то зачем нужно продолжать следить по штатам видно что есть штаты которые выглядят довольно плохо есть штаты которые выглядят довольно хорошо и если мы посмотрим на количество штатов где растет уровень безработицы за последний месяц эта метрика росла было дно эта метрика склонна находить дно в начале года здесь в марте здесь в марте и вот здесь в декабре и потом она растет и потом вы можете видеть что пик в сентябре прошлых двух лет сейчас мы получили точку данных для июля это одна из тех вещей которая отстает мы не получим сентябрьские данные еще два месяца у нас все еще нету даже августовских данных в плане штатов с ростом уровня безработицы и также это приходит различное время в месяце это пришло не сегодня а неделю или две назад так что за этим бы я следил если посмотрим на трехмесячный промежуток здесь что то похожее давайте сразу перейдем к 6 где все это начинает расти в апреле здесь был апрель 23 и также рост после этого не в этом году апрель 24 здесь было дно и опять рост в этом случае вы можете видеть что количество статов с ростом безработицы нашло вершину здесь она нашла вершину в октябре октябре ноябре двадцать второго одна и та же точка данных на уровне 31 и в прошлом году вершина была в ноябре декабре на уровне 45 за этим тоже стоит следить потому что здесь увеличивающиеся максимумы и минимумы пока что можем посмотреть на карту штатов где растет уровень безработицы и можем посмотреть скажем за последний месяц первый график покажет нам за прошлый месяц если это загрузится посмотрим смогу ли я перезагрузить мне кажется нам нужно просто внести данные но вы можете видеть что вот так по сути это выглядит у нас просто нету последней точки данных но выглядит это вот так части страны имеют рост безработицы но есть части которые выглядят не так плохо и чтобы получить полную рецессию вам нужно увидеть как вся страна получит рост безработицы но это не то что мы видим сейчас давайте перейдем к другим метрикам это уровень трудоустройства и это опрос правительства и здесь увеличение на двести пятьдесят четыре тысячи это довольно хороший рост если вы посмотрите изменения за месяц вот что вы хотите увидеть вы хотите увидеть как люди вы хотите увидеть как экономика добавляет рабочие места если вы посмотрите на опрос домохозяйств вы можете видеть что здесь была плоскость довольно длительное время но в последнее время мы добавили некоторое число если посмотреть на годовое изменение это было негативным а теперь позитивное а опрос правительства даже не уходил негативное и даже не так близко к негативному за последний год все еще если посмотреть на всех сотрудников 2,44 миллиона за прошлый год даже не близко к негативному а если посмотреть на рецессии когда это уходит в негативное это уже проблемы вот когда рынок сливается и так далее но вы должны знать что к тому времени как это будет негативное рынки уже отреагируют если вы приблизитесь на какие-то из этих к тому моменту скажем как оно ушло в негативное оно ушло в негативное в мае 2008 вершина уже была за полгода до этого невозможно посмотреть на это и сказать окей я продам когда все пойдет негативное потому что к этому моменту это уже конец и мне кажется здесь полно примеров где как только это уходит в негативное это уже конец посмотрите на 70 как только мы уходим в негативное падение рынка закончилось 74 когда здесь идет переход было дно и это проблема это правда что есть огромное количество точек данных которые не поддерживают идею рецессии сейчас первоначальные заявки низкие уровень безработицы откатился в противовес конечно же рынок акций не торгуется на том что происходит сейчас он торгуется на том что будет через шесть 12 месяцев так что я не пытаюсь предсказать что произойдет так что для меня с снб я просто усредняюсь под 0 75 риска и пытаюсь ни на что больше не смотреть но это просто показывает насколько это сложно к тому моменту как данные говорят вам может быть уже слишком поздно но в противовес вы не знаете как много нужно времени для того чтобы это произошло есть много периодов где рынок просто остается над нулем годы и продолжает расти наверх мне кажется вероятно из всей недели одна из основных проблемных метрик и если быть честным данные рынка труда на этой неделе выглядит довольно хорошо многое выглядит хорошо единственные вещи которые немного озадачивают это увольнение если вы посмотрите на степень увольнений здесь падение до 1 и 9 процента многие могут услышать увольнение и падение это хорошо но на самом деле люди не увольняются скорее всего это из-за того что они не могут найти новые работы и вы можете видеть что прошлые две рецессии вот когда увольнение шли вниз это минимальное значение с пятнадцатого и это как бы показывает рынок труда где люди у которых есть работа их не увольняют быстрее чем обычно но они как бы боятся уходить потому что они боятся что не смогут найти новую работу и вот почему если вы посмотрите на новый вход в рабочую силу или повторный вход они растут потому что людям сложно найти работу можете посмотреть на найм и увидеть то же самое найм в целом падал это один из тех случаев где люди не могут найти новую работу но если она у вас есть многие в порядке просто оставаясь на своей работе они просто не хотят уходить потому что не хотят искать новую к слову о первоначальных заявках они на двухсот двадцати пяти тысячах это одна из тех вещей где если вы посмотрите только на это в чем проблема я не скажу что ну то есть это возможно что первоначальные заявки устанавливают увеличенные минимумы но также возможно что они устанавливают уменьшенные максимумы с лета прошлого года так что первоначальные заявки все еще довольно низкие для рецессии вероятно нужно увидеть заявки в районе 300 тысяч и мы не там и этого еще не было и пока этого не будет не думаю что можно назвать это рецессией вот где мы в плане рынка труда конечно же вопрос как это повлияет на рисковые активы такие как биткоин мой основной аргумент тот же самый биткоин сейчас тестирует свою ленту поддержки бычьего рынка и чем лучше рынок труда тем больше вероятность что биткоин хорошо себя покажет я думаю что в противовес в долгосрочный я имею ввиду период времени в краткосроке кто знает что будет всегда есть шанс что кривая доходности пойдет наверх и заберет силы у рисковых активов на пару недель всегда есть шанс что это произойдет но в целом рынку нужна причина идти вниз а не причина расти потому что люди ну рынки в целом растут со временем поэтому им нужна причина падения а не роста я бы сказал давайте посмотрим на ленту поддержки потому что это основная линия в песке которую биткоину нужно удержать помните у нас есть структуру уменьшающихся максимумов и она давно держится в прошлом цикле это была эта неделя когда биткоин пробился через эту структуру если биткоин не пойдет на 69 тысяч в следующие пару дней это не произойдет как в прошлом цикле но я буду за этим следить потому что есть два пути куда это может пойти и мне кажется что стоит хеджироваться на оба сценария и как для меня я жду доминацию на 60 процентах и держу большую часть биткоине я думаю что эфир к биткоину в процессе нахождения дна так что стоит хеджироваться но я думаю что доминация пойдет на 60 процентов и можно сказать что за всеми этими прекрасными данными по рынку труда зачем фид резерву срезать я не говорю что они не будут но может ли рынок не задавать вопрос и рынок спрашивает сейчас рынок думает что существует нулевой шанс среза на 50 пунктов и шанс в 4,3 процента что они не срежут вообще и невозможно винить рынок за этот вопрос это отражение того что рынок внезапно меньше переживает на тему рынка труда потому что рынок труда выглядит нормально и вероятно допускает ускорение инфляции я не думаю что стоит беспокоиться об ускорении роста инфляции так рано мне кажется что если это произойдет то вероятно через год но невозможно винить рынок за вопрос и причина по которой это важно в том что если вы посмотрите на биткоин и посмотрите на доминацию биткоина и на пары к альткоинам доминация биткоина растет когда общая ликвидность падает и общая ликвидность падает когда центральные банки снижают баланс и растет доллар теперь и то и то происходит центральные банки снижают баланс и растет доллар если вы посмотрите на ликвидность она опять переворачивается и ликвидность как мы знаем отслеживает ну то есть пары альткоинов к биткоину следует за ликвидностью довольно близко можно даже наложить ликвидность на пары альткоинов к биткоину и вы можете видеть что эти пары росли какое-то время но также и ликвидность росла потому что доллар падал сейчас у нас тот случай когда ликвидность начинает опять падать и это означает что эти пары тоже развернуться есть разница между ликвидностью как я ее определяю балансом центральных банков и денежным предложением если вы посмотрите на предположительное денежное предложение выглядит оно вот так и оно росло и есть стандартное заблуждение в твиттере где многие говорят что ликвидность росла другие говорят падала это зависит от того как вы измеряете и какое у вас определение ликвидности если говорить о центральных банках измерений в долларах это падало если говорить о денежном предложении оно росло здесь клин из которого вырвалось денежное предложение вопрос если доллар продолжит расти достаточно долго то вот это может опять спуститься к клину потому что эта функция доллара мы переводим m2 в иену евро и китай и обратно в доллары если доллар продолжит расти это немного заберет ветер из парусов немного и помните доллар довольно сильно коррелируется с десятилетней доходностью если десятилетняя доходность продолжит расти доллар вероятно продолжит расти также все это следует основному отпечатку который мы обозначили ранее и по сути эта схема это двухлетняя доходность растет опять наверх после того как мы не увидим непосредственных признаков рецессии двухлетняя доходность должна начать расти потому что она попросту недооценена и теперь она растет она на 3 9 процента а пару недель назад было на трех с половиной это довольно хорошее движение за одну неделю на самом деле в прошлый раз такое движение от этого уровня было вот здесь в сентябре 22 и к октябрю вот здесь было 4 9 процента так что кривая доходности может быстро двигаться когда она чувствует что многое оценено неверно мне кажется что это был пик страха рецессии индикатор правила сама давал сигналы уровень безработицы на 4 3 процента и сейчас внезапно у нас 41 процента безработицы и по какой-то причине рынки ожидали все эти агрессивные срезы на 50 пунктов и теперь рынок такой погодь а что происходит почему нам нужны все эти срезы если ввп там где но есть и и безработица не растет теперь эти срезы становятся не такими агрессивными пару дней назад было примерно 30 процентов шанса что федрезерв будет на 4 процента к декабрю теперь рынок говорит 0 процентов шанса и по мере отката этих ожиданий срезов это означает что пара альткоинов к биткоину начинают страдать потому что вы можете сказать что одна из причин по которой эти пары чувствовали себя хорошо последние пару недель это срез ставок ожидание среза ставок это то что позволило этим парам вот так двинуться но если будет откат этих ожиданий будет ли это означать что наконец пары альткоинов к биткоину спустится на минимумы и это то же самое движение которое они делают каждый раз где они в итоге спускаются к этим минимумом и мне кажется это путь потому что я думаю что доминация пойдет на 60 процентов четвертом квартале и это означает что я думаю что пара альткоинов к биткоину упадут конечно же вопрос будет это на ралли биткоина или на дампе в прошлом цикле это была комбинация дампов и ралли это все было вот здесь и это подняло доминацию выше то же самое и здесь биткоин попросту ушел боком полгода а доминация очень сильно росла в этот период мне кажется будет это ралли в четвертом квартале или дамп это может быть комбинацией это то что мы видели последние шесть семь месяцев если это ралли то биткоину нужно удержаться над лентой поддержки бычьего рынка и удержать ее как поддержку и это не невозможно если вы посмотрите на возвраты от начала года до даты для биткоина если загрузится вот если посмотрите на 24 он там где он был в этой точке в 16 и 20 в той же точке так что это действительно возможно что биткоин последует этому пути где он просто будет расти в четвертом квартале и медленно заберет эту структуру уменьшающихся максимумов это то что он сделал в девятнадцатом тоже в конце девятнадцатого пардон в начале двадцатого он пробил структуру и потом у нас была жесткая посадка но это после того как была пробита структура мне кажется для меня самый сложный вопрос сейчас и это вопрос в котором многие попадают либо в один лагерь либо в другой и мне кажется нужен хэдж на оба сценария это завершена ли структура уменьшенных максимумов и мы просто в процессе пробития как вот здесь это то где мы сейчас или здесь ли мы сразу после среза ставок потому что в прошлом цикле рынок рос две недели после первого среза ставок и потом он слился у вас была красная свеча и потом две красные недели и потом зеленая если посмотреть сегодня у нас было и вот здесь федрезерв срезал ставки ралли две недели потом падение после среза ставок так что теперь вот что я бы сказал если следующие две недели будут красными вот такими если следующие две недели будут красными и потом будет небольшой пук в ноябре когда федрезерв срежет 25 пунктов то я бы сказал что более вероятно что мы вот здесь если следующие две недели будут красными для биткоина то более вероятно что мы в августе 19 плане денежной политики если с другой стороны следующие две недели не будут красными и биткоин поднимется вот сюда и пробьется то я думаю что можно сказать что мы вот здесь я думаю что таков будет аргумент и я не думаю что у кого-то есть ответ но я думаю что на этот стоит смотреть и опять же денежная политика не всегда отыгрывает одинаково в каждом цикле 2016 и 2020 биткоин рост четвертом квартале противовес если посмотреть на всю эту тему года халвинга и сказать что это должно отыграть также если вы посмотрите на доминацию без стейблкоинов и посмотрите на 16 и 20 вы бы подумали что доминация будет падать в этом году она росла опять же халвинг важен денежная политика также важно многие присоединяются либо к одному лагерю либо к другому мне кажется и то это важно нет отрицания что есть хайп вокруг халвинга и он привлекает новых людей в пространство но также очевидно есть влияние денежной политики и так куда должен попасть биткоин в краткосроке чтобы получить ралли в четвертом квартале потому что у вас есть сценарий где после того как срезали ставки в прошлом цикле через пару месяцев срез был здесь и потом через пару месяцев биткоин упал на 100 недельный мувинг сейчас у вас есть срез вот здесь упадет ли биткоин на сотый мувинг через пару месяцев что нам нужно чтобы это было не таким большим страхом в краткосроке биткоин вероятно встретит сопротивление на вот этом уровне ну вот здесь в районе 63 тысяч это было предыдущей поддержкой биткоин удержал поддержку 20 сентября 22 сентября и 26 и потом 1 октября и сейчас он под ней если он поднимется до 63 тысяч это будет первой вехой также 63 тысячи это примерно то где находится лента поддержки бычьего рынка 21 недельный простой сейчас на отметке 62 тысячи 700 долларов и последнее это 200 дневный простой он на отметке 63 600 и это также соответствует тому куда биткоин поднялся вот здесь то есть если вы посмотрите на этот минимум в июне биткоин поднялся от этого минимума то же самое и когда он поднялся он поднялся до 63 800 этот уровень попросту 200 дневный простой сейчас я бы сказал что 63 64 тысячи будет большим уровнем если биткоин сможет пробиться и установить увеличенный максимум опять то это определенно увеличит шансы того что биткоин продолжит расти в четвертом квартале если биткоин просто найдет сопротивление на 63 64 тысячах а пять то есть больше указаний на то что это отыгрывает так как отыгрывала после среза в прошлый раз когда у вас пару недель ралли но рынок просто сливается после этого потому что этого недостаточно и это противовес это в противовес всему то есть данные рынка труда в целом хорошие вы хотите увидеть что рынок труда хорошо себя чувствует и люди не теряют работу в противовес конечно же если многие компании рассчитывают на агрессивный средств ставок и сейчас они такие черт мы не можем на это рассчитывать вероятно это противовес о котором стоит помнить но о чем стоит подумать это если это так и рисковые активы не будут расти в четвертом квартале и будет еще одно падение и вместо 6 месячной консолидации будет 9 месячная люди могут подумать что это из-за рецессии и это может быть так но что если это просто из-за того что переоценивается кривая доходности если она будет расти то это может быть более привлекательно для людей чем рисковые активы они переоцениваются из-за того что ставки опять выросли и тогда в 2025 доминация наконец опустится и более рисковые вещи наконец начнут обгонять биткоин это что я думаю происходит но посмотрим куда все идет в краткосроке я думаю что имеет смысл хеджироваться на оба варианта для меня это оставаться по большей части в биткоине опять же с эфиром к биткоину ниже .04 я думаю стоит хеджироваться и от этого но вот моя позиция по рынку и посмотрим что будет и посмотрим где закроется биткоин в плане ленты поддержки бычьего рынка поскольку мы подбираемся к недельному закрытию оно через пару дней через два дня и пару часов по крайней мере от записи этого видео и посмотрим где биткоин закроется если он удержится над 20-недельным простым пару недель это будет позитивно для четвертого квартала но если он сделает вот это где он просто медленно стечет опять вниз после ралли среза ставок то мы вполне можем готовиться к падению обратно на 100 недельный мувинг это то зачем бы я следил четвертом квартале посмотрим что будет спасибо что посмотрели поставьте лайк и увидимся в следующий раз пока